Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о достаточно непростой теме, как выбрать врача. Эта тема актуальна и, соответственно, в рамках сегодняшних событий, в рамках мобилизации, по той причине, что, конечно же, вы будете тоже пытаться подтвердить ваше заболевание, как-то, соответственно, объяснить, возможно, военкомату, что вам не следует посещать данные военные мероприятия. И, конечно, врач из поликлиники или какой-то другой государственной больницы, как правило, не заинтересован вас лечить. Это не потому, что врач плохой, врач может быть очень умный, как правило, там работают академики, профессура работает. Очень уважаемые люди. И это неграмотно, к ним как-то плохо относиться из-за того, что они не заинтересованы вас лечить. Они не заинтересованы вас лечить, по крайней мере, по той причине, что они заинтересованы остаться на своем рабочем месте. А раз они заинтересованы остаться на своем рабочем месте, они просто не могут вас лечить. По многим причинам. Это ограниченность бюджета данной клиники, потому что все, что вы сделаете, допустим, в поликлинике номер один какой-то виртуальный, свой бюджет, и, соответственно, исходя из своего бюджета, они в лучшем случае могут наделать вам рентгеновских снимков. И как бы всем известно, что все-таки хотелось бы сделать МРТ при заболеваниях спинальных каких-то, но это будет только рентген. То же самое касается эндокринологии. Но в лучшем случае они сделают вам какой-нибудь анализ на инсулин еще. Но никаких, соответственно, анализов в плане там каких-то расширенных УЗИ брюшной полости, уж тем более МРТ брюшной полости, вам никто там делать не будет. Соответственно, комплексно никто к этому вопросу не подойдет. Очень редко я вижу, когда назначают в поликлиниках Т3, Т4, свободные ТТГ, я уж не говорю про парад гормоны кальциотонин. Т3 ни разу не видел, что в поликлинике сделали, назначили сами. И поэтому у нас ходят люди с различными проблемами здоровья. Но не буду развивать идею, какие мы же не про это, мы про то, как выбрать врача. Поэтому госсистема, если вы пришли туда не исходя из административных каких-то ваших ресурсов, связей, а это просто доктор на местах, он не сможет вас лечить. Ему не разрешено растрачивать бюджет поликлиники номер один, условный какой-то вымышленный. Вот. Поэтому, соответственно, нет никакой возможности там лечиться. И не нужно воспринимать серьезно такое лечение. Да, срочно вас полечат, прооперируют даже и качественно сделают срочно. Медицина нормально финансируется. Относительно нормально. Так, что от людей не отказываются, не выкидывают. Но все равно это, к сожалению, в прошлом веке все застряло. У меня есть в шотах прекрасное видео, из, кому интересно, могу еще выложить, попросить, из травмпункта обычного, классического. Можете увидеть, как там выглядит приемное отделение, если ни разу не было. Кто не был, заедьте в любой травмпункт по стране, в какой-нибудь приемник обычный, стандартный. Даже в Москве, к примеру, я не знаю, где-нибудь там. Пожалуйста, текстильщики, Выхина, Реутов. Посмотрите, как там выглядит приемное отделение обычных поликлиник. Расскажите мне, насколько там вам было уютно. Мы с вами это дело можем отдельно обсудить. Соответственно, дальше что? Дальше у нас, получается, остаются частные клиники. Но надо понимать, что из частных клиник люди иногда приходят с такой же закалкой. Поэтому человек должен переучиться, чтобы работать в частной клинике. И вы можете увидеть приставки очень часто. Реабилитолог, врач превентивной медицины, холецистическая медицина, там, я не знаю, интегративная медицина, врач с дополнительным каким-то сертификатом, врач-остеопат, например. Вот эти приставки делаются не до красоты. Вот понимаете, то, что вы видите в интернетах, там, вот в этих всех, когда вы приходите, там, какой-то фитнес-тренер вас лечит, какая-то там девочка, которая, какой-нибудь диетолог, там, или они сейчас как-то по-модному все нутрициологами называются. Это все хрень собачья, должен быть медицинский диплом. Вот. И вот они для красоты надевают эти все звания. У врачей не так. Если врач получил какую-то аккредитацию дополнительную, во-первых, он заплатил очень много денег. Учиться на остеопата сейчас стоит год в районе 200 тысяч рублей, по-моему, 250 тысяч. 250 тысяч ты должен отдать в год, чтобы стать врачом-остеопатом. Четыре года занимает обучение. Дорогие друзья, я понимаю, что некоторым не нравится, там есть своя политика, почему кому-то не нравятся остеопаты, но я вас заверяю, это очень глубокий объем знаний. Очень глубокий. Именно я подразумеваю тех, кто, наверное, последние особенно 5 лет начал учиться, потому что, ну, как бы сформировался, вот окончательно сформировалась учебная программа по остеопатии. Это не та остеопатия, которая была раньше в своем зачатке. Поэтому, да, может быть, старое поколение остеопатов и когда-то вызывало вопросы, но современная остеопатия, нет, вообще никак. Я выкладывал видео, вы можете послушать семинаров по остеопатии, видео, и увидите там все очень глубоко. Вот. Значит, что еще хотелось бы сказать? Вот все вот эти вещи, они обеспечивают возможность лечить по новым стандартам пациента. И вы на это должны обращать внимание. То, что это не просто врач-невролог, а врач-невролог, который доучился на остеопата, худо-бедно на мануального терапевта, что-то там еще доучился, участвует в каких-то научных конференциях, что-то там делает. Вот. И все это в интернете есть, все это в интернете врачами публикуется. Также один из признаков таких современных врачей, которые лечат и качественно, и по-современному, это, конечно, их открытая позиция в интернетах. Они ничего не скрывают. Они публикуют свою деятельность, свое какое-то видение, мнение на лечение. Вы можете увидеть и сказать, вот я не хочу, чтобы он меня руками лечил. Я как-то вот не верю в это. А вот этот вот, он лечит там, допустим, какой-то хирургией. Мне хирургия как-то ближе. Я хочу отвертку. Вот хочу, чтобы отверткой меня подкрутили. Я пойду к хирургу. Но вы, у вас есть, понимаете, знакомство заочное с врачом и с теми методиками лечения, которые он предлагает. Это очень просто. То есть у вас есть право выбора в интернете. Заочно, бесплатно. Когда вы идете куда-то наугад, на рекламу, конечно, какой-то клиники, не на врача, такое право выбора исчезает практически. И вы играете в русскую рулетку. Потому что диплом врача, опять же, он все равно не застраховывает от человеческого фактора. Может просто попасться человек, который конкретно вам не понравится. Потому что, как вы можете, если психологию посмотрите на моем канале, убедиться в том, что все мы разные. Вас могут направить к кандидату медицинских наук. Он может быть очень хорошим, но очень дорогим. Поэтому, понимаете, интернет позволяет, дает право выбора, соответственно, во-первых, типа личности, который вам приятен, да, которого, врача, которого вы понимаете, если вы логик, он информацию до вас доносит логично. Если вы шизоид, если вы не знаете эти термины, опять же, это не патология, это психотипы, смотрите в разделе психология. На моем же опять канале это есть информация. Если вы шизоид, он для врача шизоид, он как-то вам особенно донесет творчески эту идею о лечении, да, какими-то метафорами и прочим. Поэтому здесь очень много нюансов, позволяющих, соответственно, выбирать врача, именно когда есть информация об этом враче в интернете, когда вы можете посмотреть видео, интервью с этим врачом. Даже голос, да, немаловажен, как он доносит до вас эти вещи. Кстати, скажите, как меня слышно, потому что я сейчас использую петлицу, микрофон. Здесь, да, наверное, видно. И вы всегда жаловались то, что звук очень плохой на канале. Вот вроде я его, наверное, наконец-таки исправлю окончательно, даже в своем кабинете. Думал, что будет возможность дома записывать видео. Там у меня хороший микрофон тоже теперь стоит, огромное количество людей. Я даже вот сейчас в воскресенье я в клинике до сих пор нахожусь и в перерыве записываю вам это видео. В общем-то, поэтому, дорогие друзья, я призываю вас пользоваться вашей возможностью выбора, которая есть. Запоминаем, все-таки основные течения медицины – это интегративная, холецистическая, да, превентивная. Ну, я вот работаю в сфере превентивной, например, идеи такой. То есть я сторонник именно предупреждения заболевания. Они немножечко как бы разнятся, даже есть врачи, кто вот говорят, блин, мы холецистические, мы совсем другие, мы какие-то особенные. Ну, нет, на самом деле главное, что все современные. Все, по крайней мере, работают нестандартами за 60-е годы, которыми будут оперировать врач, который всю жизнь проработал в поликлинике. Ему уже, там, 50 лет, и он из этой поликлиники никуда особо не учился, не выезжал, не ходил. Ну, неплохой, он вылечит вам тот же диабет, те же какие-то вещи, но он же еще и перегружен. Поэтому, умножая старую медицину, старые стандарты на перегруженность врача, ну, просто это не создает никакой возможности для настоящей работы. Вот, тогда, когда есть, допустим, если я беру пациента, да, за отдельную оплату, но я с ним могу быть, вот у меня был случай сложный, я как-нибудь вам расскажу. У девушки нашли диабет первого типа, хотя у нее ее нет, поставили диагноз, посадили на инсулин в поликлинике. И она попала ко мне, я понимаю, что это диабет второго типа не первого, ей инсулином колоться не надо. И я с ней был, ну, 24 на 7 фактически на связи, пока мы не вышли из этого инсулинового состояния. Не отменили ее полностью, сейчас полностью отменили. Вообще, замечательнейшее самочувствие у человека. Вот, на метформинии находится, все и хорошо. Значит, что хотелось бы сказать. Поэтому, соответственно, да, здесь может быть несколько, не несколько, а дороже, конечно, чем бесплатная, да, здесь денег надо платить. Но, понимаете, вы здесь не жертвуете своим здоровьем. А вот если бы она осталась на инсулине, на, соответственно, что бы вышло? Вышла бы следующая ситуация, что ей так уже, она гиповала, гиповала, гипогликемия, гипогликемия. А потом, соответственно, ее еще никто не научил толком колоть. Назначили ей 16 единиц инсулина на ночь и длинного, и короткого 5 единиц с едой. Ни на хлебную единицу не научили этот инсулин мерить, ничего. Вот ей выдали 2 бочонка инсулина, иди колись, как хочешь. Сказали, не будешь колоться, умрешь. Она испугалась, и она начала там и по 8 колоть, когда подкалывать дополнительно по 3. Потому что она колет инсулин, он ей опускает глюкозу слишком сильно, а она думает, что она недостаточно вколола инсулина, и колет еще. Ей становится еще хуже. То, что она не померла с такого подхода применения гизогенного инсулина, это, соответственно, полнейшее чудо просто-напросто. Естественно, у нее никакого первого диабета нет, потому что я и антитела посмотрел, соответственно, поджелудочные железы. Инсулин у нее собственный вырабатывается, 6-7 у нее инсулина вырабатывается своего. Вполне достаточно, чтобы, соответственно, ей жить. Просто была высокая глюкоза. Да, глюкозу у нее скакнуло до 19. И на основании глюкозы 19 ей поставили первый диабет, ну и там гликированного гемоглобина. Все, больше ничего не смотрели. Соответственно, ну, как бы, ну вот так. Ну, он же не первый. Она же уже почти скоро месяц будет, как живет, без инсулина. И глюкоза у нее нормализовалась, упала, и все у нее хорошо. Ну, уже практическим путем понятно, что это не первый диабет, и человеку не надо колоть инсулин никак. И ей прям есть документ, прям ей в документе написали первый диабет. И все дозировки, цифры, все, что я вам описываю, в документе у нее написано. Вот, поэтому, ну, ну, стоит ли умереть из-за экономии? Выбирать, конечно, вам. То же самое сейчас идет мобилизация. Ну, можно сходить к бесплатному врачу и пойти в мобилизацию. То же самое, если идете к платному. Если вы в интернеты не зашли, опять же, я же не могу там все специальности осилить. Да, я вот только эндокринолог и там реабилитацией занимаюсь. И то, ну, стараюсь, в общем, сейчас уже уходить больше в эндокринологии, вот этой реабилитации, какой-то мелочи. Я не берусь уже фактически. Вот. И, соответственно, с чем получается ситуация? Какая? Вы не загуглили, даже задорого, но попали к человеку, который, ну, просто как-то не так до вас донес проблему заболевания. Не понравился он вам, не захотели вы его слушать. Потому что не загуглили, не увидели видео, как он общается и так далее. Деньги потрачены зря, время потрачено зря. Вы сказали, что все врачи плохие, потому что он один мне не понравился такой. Забили на ваше заболевание. А потом ситуация в том, что как эту девочку вас повезут, когда заболевание обострится и скоро заберут бесплатную больницу. И что там будет с вами? Это большой-большой вопрос. Если вы будете попадать, конечно, в Герцена куда-то, ну, это круто. Все равно, как бы не ругались на Герцена, но Герцена крутые. Ну, в основном-то куда попадают люди? Люди попадают в обычные поликлиники. И происходит то, что происходит, дорогие друзья. Такие дела. Кому нужны мои консультации, я рад буду видеть вас на своих консультациях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Невозможно.